Сегодня мы на юзаводе открываем новый формат представления молодого искусства, так называемый «Вечерый отесток». Что собой представляет этот формат? Каждый месяц или каждая выставка я как протестантер для несколько художников, чьё творчество, чьи работы находятся в определенной тематической сопряженности между собой, и представляю их, давая лишь слово перед публикой. Таким образом, те работы, которые были презентированы на этих артископках, они попадают в такую лексическую выставку. Они составляют единое целое этого реча, они присутствуют на пространстве, по сути, как на обычной выставке. Но после того, как эти проекты, эти работы художников будут проговорены и показаны, а вся выставка вместе со зрительными художниками уйдет из этого зала и не оставит от себя никакого света, кроме видеозаписи. Тема сегодняшнего вечера называется «Между природой и местом». И художники, которые в ней участвуют – Катя Карпушка, Катя Васильева и Оля Таятина. Собственно, с одной стороны эта прозематика затрагивает вопросы, как взаимодействие с какой-то органикой каких-то странах, каких-то мест. Так, допустим, многие работы, они специфичны, они сделаны в определенных странах. Волица, например, в Мексике, у Кати Васильева есть работа, которая плотно взаимодействует с французскими контекстами, с контекстами города Лилии, например. И, по сути, вот в этом вечере показывается очень некая разница между вот этими понятиями. С одной стороны, место, как говорили, это пространство, которое потеплоется, то есть пространство, которое заполнено человеческими акциями, действиями, поступками. С другой стороны, природа, она является такой неотъемлемой составляющей определенных мест и вообще нечто как бы свойственное монетное пространство. И через вот эти работы, через работы художников здесь, природный контекст и общественно-политические, они переплетаются и взаимодействуют между собой. Вот через эту призму я предлагал посмотреть на сегодняшние мероприятия, на те проекты, которые заставят здесь художники. Первым начнет Оля с проекта, который называется «Накопитель». И, ну, он открылся буквально вчера, везде современного искусства, то есть в Любари, и он метафорически показывает такие не места, и там такой известный термин, который означает абсолютно универсальные и различные места, не укрененные ни в каком карте, какие-то работы, торговые центры, отрезы международных сетей и т.д. И он, собственно, связанным с концепцией этих мест. Я сейчас похожу на несколько фотографий. Это фотографии с выставки, которая действительно открылась только вчера. Фактически она у вас появилась около сутки назад, поэтому это еще предварительная презентация, которая хочет сказать спасибо главу. И я, наверное, больше расскажу про него и покажу какие-то референсы, которые мне так нульно не устраивает. Но я еще хотела бы сказать, что для меня важно не столько само пространство, твоя работа, т.д. ожидания у данного зала или еще какое-то место, где ты находишься в состоянии ожидания и бездействия, сколько еще такой социальный момент, то есть когда я задумала этот проект, это было два года назад. И в целом мне казалось, что общественное состояние как-то, оно было, оно чувствовалось некое ожидание, тревожное ожидание и как бы это было такое неустойчивое состояние, было не совсем понятно, как ему было дальше развиваться ситуация. Я говорю сейчас про нашу страну и с нами. И сейчас это был такой некий взгляд назад, потому что сейчас ситуация развивается очень быстро, и сейчас уже нет такого состояния, когда ты не знаешь, что это примерно, потому что сейчас уже картина более вязана. И еще этот проект связан с личными ощущениями, потому что я очень много езжу. Я вообще начала работать как художник в арт-резиденции. И у меня каждый вот этот вот момент переход из одного пространства в другое, он означает не просто перемещение, но еще и как бы ожидание начала какой-то новой деятельности. Она может оправдаться, а может нет. И вот эта метафра аэропорт, она, как мне кажется, выражает вот в тот момент, когда ты думаешь, что вот сейчас я немножко подожду, потом я прилечу и вот-вот все начнется. Вот. На самом деле я хотела актуализировать вот этот вот момент ожидания и обозначить его собственную ценность, его собственную значимость, его собственную выразительность. То, что он имеет свои какие-то, ну как бы это свое особенное состояние, которое обычно просто проходит время. Вот. И это трехчастная инсталляция. Это ее средняя часть. Здесь, в принципе, не столь важен порядок, столько важно то, что они разные по структуре и по материалу, и композиционно, и по общему состоянию. Вот средняя часть, она обезличенная, это самое пустое пространство, в котором фактически работают вот эти вот пластиковые линзы, которые, вот, и они размножают и продлевают источники света. То есть там в комнате всего находится 4 или 5 источников, которые вот в этих линзах, когда они отражаются, они множатся на несколько десятков. И они трансформируются вертикально один в другой и создают такие некие световые коридоры, по которым просто человек ходит и без какой-то одной точки, с которой он может, ну как бы, с которой являются точкой косметра. Вот. То есть какой точки там нет. Человек чувствует себя таким растворенным и плавающим в этом пространстве. Другая часть, это, она связана с телесными ощущениями и с тем, что, когда мы много обважаем в такое пространство, то мы начинаем действовать по каким-то механистическим законам, которые нам диктуруют сам механизм, само устройство. То есть нас ведет инфографика и мы движемся туда, куда нам задано. То есть мы движемся по определенным направляющим, они, как бы, и мы существуем вот в этом вот, недовольно насильственном пространстве. Вот. И то, что вы видите, это видео, в котором мы показываем, это видео, в багажном пункте спортера, на котором просто лежат сумки, она закольцована бесконечно. И это части тела, руки, которые просто не естественно изогнуты, и которые повторяют вот эти геометрические формы, и формы вот этих вот аэропортовых, всех штук железных, которые там вот, вот, так, механистично движутся вокруг тебя. Вот. И последняя комната, там, там расположенная инсталляция, она уперактивная, она как реагирует на внешний шум входящий. Вот. И поскольку это никак не обозначено, и никак не... Ну, то есть человек спортера просто чувствует, что вокруг этого возникает вот этот шум, который идёт себе не так. И он не понимает, ну, как бы, то есть не очевидна связь того, что чем громче звук, тем белее, белее и станет, и тем активнее вот этот шум у них есть. Вот. Но те, кто, ну, замечают микрофоны, те, у кого есть желание что-то сказать, и как-то взаимодействовать, они уже начинают тогда общаться с этими устройствами, и возникает ситуация общения человека с машиной тоже совершенно бессмысленно, и, ну, как бы такого, захальцованного. То есть люди подходят и просто начинают говорить странные звуки с микрофоном. У меня только это происходит так, но долго. Вот. То есть это не завораживает. Спасибо. Вот. Спасибо. 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 Можно представить себе, что она проверлена на 180 градусов, Там оно работает, да? Вот, вернусь в школу. А? Перевернуть? У меня компьютер, оно работает почему-то. Нормально. Там другое видео будет. А? Через велосипед. Каждый раз еще вращается. А чьян? Болгань. Болгань. Мисик. И еще во втором зале, в котором расположена пластиковая конструкция, там находится несколько мониторов, на которых транслируется видео, которое имитирует камеры наблюдения, но на самом деле на них записано видео, которое было заснято до этого монитора. То есть, в принципе, если зритель приглядывается, то он уверен, что ситуация какая-то странная. То есть, происходит что-то явно не то, что в данный момент происходит в зале. Вот. А это просто какие-то моменты монтажа и попытки просто привыкнуть к конструкции, собственно, зала, которое тоже давно было. Вот так. Вот. Вот. И... Ну, я думаю, что... И показывается видео взлетающей ракеты закольцовыми и бесконечными. И это видео я взяла с... Ну, это видео ракеты, которая на самом деле потом буквально изгорела. Вот. Ну, там... Вот. Взятый художественный момент, который показывает то, когда она на самом деле идет. То есть, то, самое начало и бесконечные зацепки на какое-то движение ракеты вверх. И видео, оно показывается не на экране, на обычном. Оно показывается на полупозрачном экране. Поэтому оно, ну, тоже не очевидно. То есть, мы замечаем то, что есть какое-то движение вверх. Оно активное. И оно как бы напоминает какую-то трупину. Но ты видишь то, что происходит на видео только тогда, как это приглядишься. Вот. И за видео расположен лайкбокс, который... В котором... Фотография неба, на которую... Предлетевшись в который, ты тоже понимаешь, что это не небо, но отражение неба в стекле аэроклата. То есть, эта фотография, она зацикливает уже человека на то, что он, опять же, не попадает в пространство, в которое он стремился и в которое он ждал. Вот. То есть, вот это вот отражение картинки неба обратно, оно дает такую... Ну, как бы остановку опять. То есть, ты опять переходишь в никуда. Вот. И, как мне кажется, это... Ну, вообще не сложно, честно говоря, начинать с этого проекта. Потому что, меня это один из самых депрессивных и сложных проектов, в котором я стала. Да, это вообще было довольно такой жизнерадостный, активистичный, наверное. Ну, что-то пошло. Вот. Ну, да, это отражает просто как мое текущее состояние, но, как мне кажется, не только мое. Но, когда мы учились с оператором, и я обсуждала эту правительственную зуму, мне говорили, что это состояние ожидания, оно очень характерное, и оно очень понятное для многих людей, оно довольно тревожное. И, как бы, люди представляют себе, о чем идет речь. И те люди, которые пришли на выставку, они, ну, как бы, по крайней мере, судя по и подзывам, они тоже... Да, они, то есть, им это состояние снизмотров. Вот. Это в Мексике, да? Следующий проект, он был сделан, то есть, он предыдущий, он был сделан на заброшенной фабрике в Мексике, в маленькой деревушке, которая называлась Мурватил. Там была заброшенная макомольная фабрика, она называлась Бакуарка, это белая, не сказано. Вот. И... Это было заброшенное здание, в котором была куча всяких механизмов, которые позволяли перемещать вот эти вот мешки с мукой с третьего этажа на первый. И вообще много всего было очень такого витамистичного. Вот. И... Она была... Темная. То есть, это пространство было вообще пустое, темное и пыльное. И... Там была возможность вылезти на крышу и открыть вот эти вот световые колодцы. Вот. То есть, там пришлось изобрать просто железную штуку и открыть вот эти световые колодцы квадратные. И тогда появился очень интересный эффект. Солнце в 11 часов дня оно освещало пол вот здесь примерно, с одной стороны коридора. И ровным квадратом оно перемещалось в течение двух часов на другую сторону. И потом оно исчезало и этот эффект просто проходил. Вот. То есть, фактически, это такая природная сама световая инсталляция, которую невозможно только повторить здесь, потому что солнца у нас такого нет. Вот. И поэтому это, наверное, одна из самых сайтов специфичных работ, поскольку она... Ну, она могла быть сделана только там. Вот. И я сделала... Я нашла разные яркие лепестки, цветы, которые тоже там очень-очень яркие. И сделала из них на полу такой же формы, фигуры, как вот этот вот треугольный цвет. Вот. И они были расположены по центру коридора. И когда свет находил в определенный момент на эти вот материалы, то комната освещалась в цвет... Или кусок коридора освещался в цвет вот этих вот материалов. Вот. И это происходило постепенно, а потом свет перемещался и уходил. Вот. 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 То есть это как бы сделать немного так. Вот. И потом на этот проект... Мне пришлось показывать документацию по проекту. Вот. И решать, каким образом это вообще можно депонировать. Это были разные темпы. Ну, вот. Да. И каким образом можно его показать. Думали сделать какие-то буламки, которые можно... Ну, которые бы перемещались и как-то это имитировали. Но, в общем-то, это все... Это все совсем не было. И поэтому пришлось пока не просто документацию. Вот. Потому что этот проект никаким образом перепишен и не может. Вот. Следующий проект — это такой экспурант на тему ощущения телесности пространства. Он был сделан в рамках дистанциализации. Он называется «Витарианка». Дистанциализация — это был проект, который был в августе этого года. Сделан в Турносковье, в задрошенном детском... Задрошенной детской больнице. Вот. И у каждого художника была своя комната, которую можно было делать. Ну, инсталляции и все, что было. Ну, как бы. Там было очень... На самом деле очень много комнаты, очень много художников, очень много, очень разных работ. Вот. И... У меня была... Зеленка. Зелен-брилянтовая. Вот. И я просто этой зеленкой... Ну... Закрашивала горячки, которые были в этой стене. Вот. Питаюсь ее таким образом как-то залечить. И... Вот. В итоге у меня получилась комната вся в таких точечках. Если вы видели детей, у которых, ну, давно раньше мазали зеленкой, вот когда у Дмитрианка, то это выглядело примерно как вот такой больной ребенок, который вообще поздно мазал зеленкой. Вот. И в момент, когда я это делала, на самом деле, это было, наверное, самым ценным. То есть у меня возникло ощущение сопереживания этой чертой стене, потому что мне казалось, что я действительно стал ее очень жалко. Вот. Такой очень безнадежный. Примерно. Нет. Там, с другой стороны, там была художница Марина Руденко, которая ходила по всему зданию в банке «Красный-Красный». Вот. И... Ну, у нее все немножко в другом. То есть она просто оставляла такие раны там, наоборот, в здании, причем мы с ней не договаривались. Вот. Она пришла в мою комнату, оставила раны. Мне потом пришлось вокруг ее даже залечь. Вот. Я просто хочу сказать, что это интересный, мне кажется, сам по себе очень интересный опыт кураторского проекта Элины Колитиной. И это... И он интересный не только благодаря кураторству, но и благодаря самому месту, которое дало возможность сделать вам интересную работу. Вот. И другое место – это парк Сокольники. Там просто я живу и он устраивает там интервенцию. Вот. Это что-то похожее на, ну, как говорят, что вы делаете коллективные действия, мы фактически делаем коллективные бездействия. То есть, мы в единочку или трубу, мы выходим в парк и там просто проводим. Кто-то делает, кто-то делает перформансы, кто-то, как делает интервенции просто в пространстве. Вот. И мне интересно взаимодействие не с людьми, которые подготовлены, ну, то есть, не только с людьми, которые подготовлены, потому что вот, да, это может быть даже искусство, то, что я вижу, но с теми, кто просто вообще пришел в лес с собакой там, или там очень много бомжей, алкоголиков. И, в общем, я сделала для них такой коллаж из словов, вот, из которого можно было составлять разные слова. И, собственно, потом его весь разобрали по частям. Вот. И можно было найти где-то, ну, то есть там были там пророкативные какие-то слои, да, какие-то там, не знаю, жо, иба там было где-то. То есть где-то я потом нашла вот такие вот составы еще. Вот. И, ну, в общем, это интересно, то есть постепенно эта штука, она разбиралась, и потом, в конце концов, она исчезла. Осталось одно гребно. Вот. Вот. Где-то через неделю днем. Следующий проект – это яма. Он такой долгоиграющий. Может быть, яма, которая то засыпала снегом, то она, наоборот, оттаивала, и она постоянно меняла свои очертания. И кто принимал в форму какого-то безобразного размахивания наукольника, то превращалась в довольно аккуратную, аккуратную фигуру. Вот. И, в общем, она просто жила вместе с природой. Вот. Или такие вещи, какие-то скульптуры там, да, и, которые тоже потом пришли люди и просто сожгли их в костры. Вот. И еще я делаю, ну, периодически, когда мне грустно, я выхожу и просто пишу разные цитаты, там, ну, например, там, посвящение крипту. Вот. Или просто какие-то слова, которые, ну, мне интересно то, каким образом это все потом будет переставляться людьми и каким образом это все будет жить, ну, после того, как я уже уйду оттуда, это все останется. Вот. И еще один проект, он был сделан в Пустоте этим летом. И там был фестиваль, который назывался «Теплообмен». Вот. И теплообмен как тема довольно широкая, на самом деле, мне кажется. в принципе можно, это так же, как тема маршруток, например, то есть она предполагает довольно широкие возможности трактования, она этим интересна. Вот. Но Пустоте – это самое в себе интересное пространство. Мы не знаем, что было там, вы уже знаете. Там был, там, ну, это президенция, и там около двух лет назад, помню, случился пожар. Вот. у меня есть вот эти листы металлические от крыши, которая сгорела, и которые мы потом пристроили. Вот. И эту тему я, ну, не то чтобы я посветила там что-то, но просто я взяла эти листы и сделала их руковой столяркой. Вот. Она состоит в том, что сверху, вот там натянуты веревки и подвешены куски льда в специальной конструкции. Вот. И подряд расположено несколько вот таких вот композиций из металлических листов, и вот когда он тает, он капает, он довольно эфничный. То есть это происходит вот так вот и такой жесткий, и довольно жор, потому что это старинное здание, и там очень сильная апустика. Вот. И получается такой, такой музыкальный инструмент, который превращается в самое пространство, вот этот самый галерея. Вот. И это очень, ну, как мне кажется, очень отличает теме теплообмена. То есть, ну, фактически это прямое. Такой пункт из тех ладони. Это превращается в зиму. Да? Это превращается в зиму. Ну да. Вот. И еще там были конструкции, в которых, ну, в которых лежал этот период, то есть они такие сложносоставные, вот вы сейчас видите. И я как раз не старалась скрыть того, что это какая-то такая вот, какая-то посалатная конструкция. Вот. Вот. В общем, я думаю, это надо сделать, наверное, все. Да. Хорошо. Спасибо, Оля. Этот проект, он очень органично передает эстрафету Кате Даркушко, потому что она стартует с работы, которая была сделана именно в рамках того же проекта, в его мусор, тоже взимодействие с вами с нами, с underlying правой крыльями. Ага. Продолжение следует... 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 Скажи, пожалуйста, как выйти из просмотра от ВДР? О! Вау! Монитор с тачпадом — это гениально. Спасибо. Несколько фотографий покажу. Фотографии из этого места, которое я делала параллельно. В общем, эта работа, это видео — это перформативное видео. Снято в Подмосковье в лесу. Там, в принципе, лес и те объекты, которые я там нашла. Как-то раз я просто гуляла в лесу и нашла это место. И потом вернулась уже с видеокамерой. И снимала в режим ночной съемки, потому что это было вечером. Я специально хотела перейти туда не в обычное время суток, но ночью, чтобы найти некие те причины, которые можно найти ночью, если нельзя обнаружить людьми, которые сформировали это место. Ну, конечно, сначала фотографии, потом видео. То есть там были вот такие вот конструкции из веток, некие заграждения. Были мягкие брюшки. Днем тоже, да? Да, днем есть. То есть я ничего не кастрировала, все вот как было, так и было. А ты, в результате, все время притягиваешь. Да. Потому что это... Как они это попали, ты не знаешь. Я могу только догадываться, в принципе. Вот. И это сделано по принципу жилища или какого-то детского уголка. Потому что там есть прямой игрушек, которые расставлены как-то не просто кучей, а вот они между собой взаимодействовали. Там вы видели оценивающиеся свинки, какие-то вот мыши на дереве, все. Слоник в кустах. То есть все это очень грамотно, композиционно составлено. Вот. Вот. Это акция. И еще там была такая вот палатка, тент натянутый. Бревна. И цветы вази, стол, там чайник еще, чашечки. Вот. Песочница, детская. Полотенчики, зеркало. То есть там можно... Почти, что можно увидеть. Вот. Ропинки примерно так все выглядели. Тоже были облакорожные. Ну, получается, как светильщик. Ну, как дом, только в лесу. Может быть, даже светильщик. Там не было никаких объектов поклонения. Там распятие не стояло. Пытаясь повторить, потому что сделала моторинг. Она была вертикальной, и там еще брожение лица может быть. Лучше она не получается повторить. Может быть, я попал? У меня здесь сказалось, зачем это вообще не надо быть. Может быть, это так? Нет. Это какие-то новые технологии. Нет. О, присни внимание. Снимала я в режиме ночной съемки, нахожусь там хотя звук, а звук тот, который был там. Я хотела в этот момент посмотреть на это не глазом человека, а глазом некого существования, зверя, поэтому здесь такое возбуждающее, запряженное. Для меня здесь вес, он метафоричен, это метафора естественной природы, когда человек рождается, он еще не засорен, без неосвоения каких-то социальных конструктов, воспитания, правил установок. Сделано или есть, пожалуйста? Что? Ну, скрин. Ну, а как это случится? Пусть украдается на машине. Хорошо. Я перемотаю, чтобы все не смотреть. И здесь, по смыслу, здесь есть вход в это пространство. В принципе, это на территории небольшой оборожение сделано, по-моему, тремя тропинками к центру, связящимися. Так-то, я иду по одной технике. Да, очень плохо видно. Конечно, может быть, свет. Ну, да, это страшно. Страшно? Да. Да, мне еще не спело, чтобы по каждому ребенку закончится. Ну, столько таких ночи. Ну, а мы вообще очень темные данные для задачи. И сколько только на празднице. Сновидно у нас было? А, ну, провод тоже выглядит. Ну, все. В общем, здесь вот у нас эти башки с цветами. И потом дальше будет. Вверх. 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 Ну и дальше постепенно там я выхожу известным за тое пространство. И что я хотела сказать, это работа эта. Работа называется inside, то есть внутри. Вине это такая метафора какого-то странного, странной конструкции, в которую превратилось это место, лес, по идее, который Покину должен быть. Мета про природные искусства. Так, ну и вот. Дальше. 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 Читаю. Дальше. И немножко другая версия. Здесь фотографии мягких грушек, например, карты этого места и проект с несколько кратиков на iPad. Больше нравится первая версия. Ну и я покажу ту работу, которую сейчас идет на старте. Называется внутренняя география, тоже работа созвучная предыдущей. Здесь есть некий внутренний процесс, который тоже созвучный. Называется внутренняя география, стоит память. Кто-то из вас может быть уже видел. Выставка до 7 декабря будет работать, можете посмотреть. Здесь визуально, в принципе, такая пещера, в которую вы заходите, вооружаетесь в пространство. Воспоминание, память напоминает археологические раскопки. На полу такая глинистая почва и несколько, 7 объектов, которые имитируют археологические раскопки. Материал, который я использую, это из углинок, такая глинистая почва, которая очень хорошо формуется, пластичная и фотографии, точнее обрезки фотографий. Они напоминают кости древних животных или какие-то артифакты, которые были найдены в каком-то месте, напоминают фрагменты древних животных. Для меня метафора в такую скользающую память все время, постоянно было умирание моментов, как здесь и сейчас. Вторая часть этой работы – это стеллаж с фотографиями. Здесь фотографии сделаны по следующему принципу. Самые ранние – это фотографии из моего архива, во-вторых, не обязательно мной сделаны. Тут есть я, когда была совсем маленькой, фотографии моего дяди или каких-то других еще фотографий. Потом дальше появляются где-то в 13 лет, получается, здесь мои фотографии. В общем, каждый ящик по сети – это 5 лет, то есть получается 30. Вот приближенно. Так вот, субстанция между фотографиями материал – это тоже субыльник. Он здесь является этапом времени, этой плотности времени. Фотографии между слоев – это такие вот запечатленные моменты во время. В процессе люди хотели, кто приходил на выставку, они хотели посмотреть, достать, как-то увидеть, рассмотреть фотографию. И постепенно доставали оттуда. И все это обрушалось. Но это тоже было, в принципе, на той руке. Мне задумано, что память – это такая вещь подвижная и может быть как-то деформирована в процессе. Многие хотели уместить себе на сувениры, часть фотографии уже около года. И еще одна важная часть этой работы – это карты из Google Maps на тех местах, которые были для меня важны в процессе этих вот 30 лет. То есть, в принципе, это работа про такое глобальное какое-то осознание своих процессов, того, что у меня странировало. И эти карты, эти фотографии, они, в принципе, являются единственными цельными изображениями этой выставки, не деконструированными. Потому что это вообще взгляд из мире, из космоса на происходящее, на дома. И все меняется, там, может быть, дома какого-то не было, снесли. Как, например, на этой фотографии, там, дом моего детства, где родилась моя мама. И сейчас он отсутствует. Вот. Вот. Сейчас покажу поближе. Вот это, например… А, тут точками еще были отображены вот эти вот обозначенные места. Это фотографии из Воркуты. Вот это река. Вот это вот овраг. Вот это вот мой дом, где я жива. Вот это вот мост через овраг. Вот это школа ведет художественную школу. И спустя многое, ну, большое количество времени я поняла, что, в принципе, мой маршрут долгое время был просто вот в этом треугольнике. То есть я никуда больше не ходила только школа, дом школы, гости школы. И это одна траектория, потому что ты идешь вот по этой улице потом через мост, потом в школу. Или вот так. В общем, это был такой интересный процесс. И интересно было это осознать. И после, когда я вернулась туда, по-другому со всем другими маршрутами, увидеть это место. Чувствую заново. Вот еще здесь будет инсталляция. Вот тут видно фрагменты фотографий. Память, она здесь выступает как такое вместилище контекстов. Здесь можно расследить даже скелет позвоночник, голову и лапки. Этого желудка. Ну, конечно, это очень условно. И вот. И еще важная часть. Пассажа Капо. На обратной стороне, для тех, кто доходит и заглядывает как бы глубже, там есть такая фраза из латыни. Память есть способность души возобновлять бывшее хранилище изобретенного умом. Вот. Все. Спасибо. Есть какие-то вопросы, может быть? Я предложу вопросы вообще задаваясь всем после, да, чтобы у нас получился там уже плевок. Ну, ладно, сейчас тогда и с пофету передадим Кате. Сверху вниз. Сверху вниз. Какая-то с ужасами будет там. Все-таки. Да, да, да. Какое-то испытание. Тьфу. Сейчас, сейчас, сейчас. Какая-то стеби. Продолжение следует... 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 Об этом даже не нужно говорить. Это то, что считывается самым естественным образом. Для меня было важно поставить ее в парке или в каком-то лесу, но в черте города, чтобы, с одной стороны, она принадлежала своему исходному природному контексту, и в этом случае ее геометричность сопоставлялась с видом на деревья, на пейзаж, а в то же время с другого ракурса она выходила на эти этажки и на вот эти панельные дома, и вот это ее положение одновременно в городе Устин было для меня достаточно важным. Да, это более крупный панель. И очень большим сюрпризом и очень приятным для меня было то, что она соцвела. То есть она опустила свежие ростки, потому что, конечно, когда я ее устанавливала в Коломенском, ко мне подходили прохожие, и самый частый вопрос – это что, гром? И в целом он, скорее, он был мне очень приятен, потому что на каком-то абсолютно интуитивном уровне прохожие считывал эту соразмерность телу и этот вопрос о циклах жизни-смерти и мертвых листьев. И это как-то очень лаконично, но очень четко в целом резюмируло то, что я обкладывала в эту работу. И когда вдруг это пустило ростки, мне показалось, что это в одиннадцатый как надежда. А, да, сейчас самое время для видео, но для этого нужно предпринять ситуацию. О! А теперь перед этим уже отказываться. Это было очень интересно. Здесь Гребенолина называется Гребенолин. А у меня штамбуки и парния. О, да. Там здесь, да. Звук пошел, а битву не звучит. Звук пошел. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 что это стена, это панорамный вид на горы, и в то же время какая-то абстрактная живопись. И название её по начальному плану, что на французском языке, одновременно «Настенная живопись» и «Настенная краска». Сейчас самое время переваливаться. Я расскажу про последнюю работу, реализованную в Москве, реализованную вместе с господой Зубковой, которая сидит там против его бойцами. Сейчас можно увидеть свою фотографию. Это работа, которая состояла из двух частей. Первая часть — это фонус, которая была реализована в Москве в августе под названием «Революционный остров». Вторая часть — это выставка, которая закончилась вчера. У меня такие же свежие монтажные фотографии, как и Оля. Вторая часть называлась «Peace for resistance», «Комната сопротивления и место сопротивления», точка его диалога революции, в которой была представлена документация о перформансе, а также происходила, не знаю, от сплощих событий, которые расскажу позже. Сначала о перформансе. Мы в Ганне пронесли через весь город шестиметровую железную балку, вернее, профильную тропу прямоугольного сечения, который является неким модульом и стандартным объектом. Мы двигались... Эта фотография здесь не случайно, потому что 84 км — это некий важный для нас маркер. Это указатель, который обозначал самую северную точку Амкад. И мы две двигались по прямой, от самой северной точки Амкад до самой южной. И мы выходили на рассвете ровно в 5.40 утра, ровно в момент, когда солнце на востоке с другого конца Амкада поднималось, совершало с нами крестообразное движение. Мы шли синхронно в Солнце и пересекались с ним в центральной точке Москвы, то есть площадь Революции. В момент, когда солнце было в зелите, дальше продолжали свое движение на юг, в то время как солнце продолжало идти на запад. И, соответственно, мы закончили свое движение на внешней стороне Амкад, на самой южной точке Метростреза в километре 20 километров. То, что важно сказать, что название... Название работы, которое звучит достаточно однозначно и, можно сказать, прямолинейно на русском языке, изначально родилось из нашего двуязычия, из-за того факта, что мы с Ганой являлись носителями двух языков, и по-французски революционная ось не значит ничего нового, кроме оси вращения тимбина, что исходит из нацистского корня слова «революция» вращения, поэтому и употребленного Коперником в фрактате обращения единственных тел. И, собственно, вот это... А, Мне просто предлагаю Ганину, чтобы присоединиться к беседе. Да, это важно. У нас у Моисарской она работает. И... То есть... Трактация... Это вообще не... Я так хотела. Даже фотография лучше. Хорошо скажешь. Ладно, все по порядку. Это... Пять утра. Алтуфио. Мы только что пересъемкать. Там... Мудейший пруть. Здесь вот это такое очень полное вживление вообще в московский пейзаж, в структуру московской улицы и московской вообще внутренней сцене. Здесь вот в процессе перехода садового кольца. Пойдем по цветам и гуглари. Дальше с нами случилась покаженная задача. У нас посетила с вами под суприсутствуемый пейзаж, Велепский ражник. Это как раз... И дальше идем по меглине. Вот это площадь революции. Здесь мы вошли вот тут чуть-чуть левее небольшая арка в стене, которая лежит строго по прямой. Мы входим в стену. Важно сказать, что до этого мы протыкали Москву как бы фигурально выражаясь, исходя из кольцеобразного строения города, которое построено кольцами, которые с некой достаточно опозримой, очевидной интенсивностью сгущаются к центру, и буквально материализуются в это ядро Кремля, в ядро города, которые в площадь революции мы протнули буквально, потому что прошли сквозь стену в момент, когда солнце было в зимите. Дальше попали какие-то узкие улицы внутренней части Москвы, вот это очень сконцентрированное, сконденсированное пространство, в зависимости от которого... Вернее, в рамках которого сам масштаб балки как будто бы изменился, в отличие от того, какой маленькой спичкой она была в Алтуфе, например, или при переходе каких-то огромных магистралей и мостов, и какой совершенно огромной она оказалась в... Ну, это та эстетическая составляющая, которая была заложена нами в работу, а не эстетическая, а эстетическая. Точнее, это какая-то прямая линия, которая вступает во взаимодействие с вертикальными и горизонтальными городами, с вертикальным человеческим телом, которое связывает и разделяет наши тела, и которое меряет пространство, и которое меряет город, потому что она действительно визуально постоянно менялась, давала абсолютно разные ощущения от собственного масштаба. и вот заканчиваем отрежение 33 километра. И вот, собственно, приближаемся в Кадо. Это уже мы идем вдоль Кадо, и вот заканчиваем отрежение 33 километра. Что важно сказать? Еще про ось можно говорить бесконечно. Важно сказать, что в зависимости от того, что там дальше, там дальше выставка. А, да. Поскольку кинформанс длится 17 часов, соответственно, документация, которая была сделана, видеодокументация, одноканальное видео, которое длится 17 часов, которое снимали видеохудожники, 10-9 человек. Например, Катя Карпушка, одна из художниц. И когда мы решили сделать, интегрировать в документацию выставку, которая случилась после перформанса, спустя 3 месяца, концепция выставки сложилась сама собой, как некая двухчастная структура, в которой есть видео, как некая репрезентация материального события, физического, телесного, сингулярного опыта, который происходил на протяжении 17 часов в этот день. И пространство выставки, как некое семиотическое пространство, знаковое поле, в котором документация этой оси происходила в каком-то вербальном, дискурсивном, скажем так, аспекте, в отличие от видеодокументации, которая есть, рекомендации невербального диалога, который постоянно присутствовал между мной и Катей, когда мы не шлисли. Давай скажем честно. Ну да, то есть тут необходимо сказать, что с одной стороны, что у этой работы было несколько, скажем так, входных точек, то есть с одной стороны, это, можно сказать, метафора отношений и форма невербального диалога через стандартизированный повседневный предмет, в котором он является одновременной дистанцией связи, причем неотменимым, неизменяемым в масштабах, то есть предмет находится на таком расстоянии, то есть ставит нас на такое расстояние, в котором мы практически можем любого слышать, и соответственно, когда один заходит в поворот, второму так и значит, он вынужден совершить огромный круг, и то есть если один опускает бак, чтобы зайти, другой начинает их вынимать, создается такая хореография пластика, который даже как личный опыт мне показался очень важным и любопытным, с другой стороны, этот жест был как-то подмечен и подсмотрен как какой-то функциональный жест и повседневный жест в контексте труда, потому что это самый естественный способ перенести этот самый обыденный, строительный способ, так носят его двое рабочие. И то есть этот жест был выместен, то есть за счет того, что он был лишен своей национальности и лишен своей, ну какой-то, пардон, за амортийскую терминологию, классовой принадлежности, он менял менял свое значение и менял свой смысл. Что-то еще? Ну да, но тут еще, я не знаю, можно сказать. Может прийти к диалогам, а потом в процессе... Ну да, и то, что Ганна начала говорить и про текст, и про важность текста, и про частную форму, на выставке мы предложили с одной стороны видеодокументацию, на обращенном экране 17-часового видео, которое, собственно, в масштабе 1 во времени воспроизводит эту работу, а с другой стороны вторую форму, можно сказать, второй тип проекции это текстовую проекцию в виде некой ментальной карты, постепенно разродившейся в какой-то набор возрастов и какое-то знаковое поле. Выставка была построена следующим образом. В день открытия мы... Да, потому что в день открытия сначала стена выглядит как-либо так, и это уже какой-то серединный момент. Мы задали вектор это название на французском языке, который как раз и позволяет это двузначное слово революция, и 7-8 подобранных нами достаточно тщательно цитатов философских текстов, и буквально несколько надписей возможной ментальной карты. И постепенно предложили публике распоряжения, маркеры, баллоны и подобное оснащение для того, чтобы вместе создать эту карту, и вот надпись, которая видна наверху «Я ненавижу, я рублю свою» другого художника Димы Филиппову, который был одновременно куратором этой выставки и одним из видеооператоров для нашего перформанса. Это был тот момент, когда поворотный, когда из абсолютной белой стены она превратилась в такое супернагруженное поле и тем завершился и так, когда стена создавалась и заполнялась. И заполнялась вообще всей информацией, которая от зрителей происходила на довольно сознательном уровне, потому что все писали скорее высказывания, которые не были напрямую связаны с предметом выставки. Допустим, я привел на стене несколько любимых цитат из книг. Кто-то привел всякие нецензурные выражения, из книг. Да, их было достаточно. А на следующий день после открытия началась проект вошел в другую фазу, началась серия диалогов, личных диалогов достаточно длительных с каждым прошедшим. Ну да, мы присутствовали в течение 12 дней с Катей в пространстве галереи с 12 утра до 9 вечера, но, как правило, гораздо позже, и сидеть за луком. И каждый из зрителей, гостей или участников, который приходил к нам в помещение галереи, мы предлагали ему поговорить, мы предлагали ему левое рукопожатие и немой диалог. Мы предлагали подумать и поговорить бессловесно о любом из предметов, о любом из тех предметов, которые он видит на стенах. На самом деле, да, сюжет беседы не был жестко определен, он просто скорее формировался абсолютно свободно и естественно, но так или иначе выходил и связан со стенитекцием контекста, ну, какой глобок, который окружал участников. Какой неожидан реклама. Какой неожидан И, то есть, таким образом, этот, скажем так, набор возгласов, единичных возгласов и какой-то возможный, но не случившийся пельфонический диалог в виде текста на стенах случился в форме, будучи растянутым во времени в некую временную линию, и то, что происходило, что через эту личную беседу мы, так или иначе, трансформировали текст на стенах и его графику, да, осмысляли его, трансформировали его в звук, и, когда это происходило, мы решали лишать его графической материальности и закрашивали те надписи или те фразы или знаки, которые были проговорены. и таким образом постепенно стена освобождалась. Это, конечно, каждому пришедшему было предложено на собственное усмотрение закрашивать именно то, что он считал осмысленным и случившимся. И таким образом стена постепенно освобождалась и вот дошла к последнему виду вот такого состояния, где видны были только прозрачности и следы бывших надписей. Также важно отметить, что сам диспозитив менялся в зависимости от того, как от участников, то есть, например, Людмила Дейман уставал в предложенном покрасиво скрючить свет, таким образом мы оставили на пятый или шестой день, таким образом свет выключился на все оставшиеся день, поэтому Катя Горбюш попросила поставить настой посередине в институтах так это и осталось это была какая-то очень живая изменяющаяся рамка и вот вот к такому состоянию пространства мы пришли на день накануне закрытия закрытия и соответственно и соответственно и вот таким образом вылетело пространство в момент закрытия и там присутствовало всего четыре элемента первые окна второй неоновая надпись ось революции на французском языке на стене помещенной под углом да здесь все время достаточно сложно фотографии они еще темные да здесь это сделано на следующий день вот здесь как-то это все более-менее видно что стена с илоном она находится под углом относительно основной стены и создает какой-то образ уходящей дороги и направляет взгляд в эти окна то есть был угол изменен на 30 градусов одной стены и той входной опять первой стены вот этой тоже и 30 градусов и было то есть четыре элемента неон компьютер на входе с открытым для пользования фейсбук-евентом в котором в виде хроники мы публиковали каждый диалог который происходил с каким-то небольшим резюме и сейчас где здесь а и вот это есть совсем маленькое дисплеенцированное на совсем маленьком белом кубе видео перформанс который изначально существовал на небольшой стене то есть фактически пространство и репрезентация перформанса схлопнулись в какое-то практически ну афористическое состояние то есть это какая-то точка в которой схлопнулось видео до очень маленького и практически невозможного просмотра формата но очень удобно такого что ты вынужден практически встать на колени перед ним надписи шумовые какие-то графограммы которые присутствовали заполняли пространство слова которые были практически как фуко вещами предметами бессмысленными абсолютно пустыми которые трансформировались звука в речь они перешли в документацию документ представленный в ивенте фейсбука и причем это даже не документ какая-то хроника хроника ну то есть и показаны в фейсбуке ну куда-нибудь другое а другое и и тогда как резюме какое-то световое направление исчезновение не знаю какого-то прошедшего события в то же время это тоже предмет это единственная материальная вещь которая у нас осталась в этой перфомансе это даже не он который мы можем теперь собрать что тогда приведу некий не знаю некий итог вот этих представлений хотел бы чтобы вы обратили внимание на то как мы стартовали вот с такого абсолютно нейтрального аэропорта и через какие-то местные блокадные контексты типа мексиканского или Москвы вокруг которой все завертелось и в работах в Катии там которые были работали только в Сокольниках и других в итоге завершили такой круг и вернулись снова в это московское состояние с Кремлем и теперь собственно вопросы открываем дело да в Катии в Катии в Катии вот этих данных диалогов которые происходили может ли подробнее еще в Катии потому что этот момент которые мы не совсем любыми на самом деле в смыслах с москопожатия или как москопожатия смысл для москопожатия Ну, во-первых, от сердца. И только. А, да, и только. Да. Скорее, какая-то телесная составляющая, она не имеет, наверное, никакого объяснения. Ну, как? Ну, это какой-то момент, когда мы совершаем телесный контакт, и мы хотели сохранить, привести в свою свободу текстовую и текстовую составляющую, как дополнение для этого пофессии. Но при этом оставить телесным. А левое попадание — это просто, ну, это практически, я не знаю, какой-то элемент звука, который она хотела потом внести, потому что и привлог для телесного контакта. Ну, то есть, поскольку ремарки о нашем заигрывании сферы идеи сыпались на нас, как снег на голову, не боюсь этого слова, вот левое рукопожатие было, наверное, предложено в качестве какого-то... Ну, там было много... Ну, там было много... Открытие было сделано 7 ноября, это революция, у нас были пластики, то есть, мы постоянно, не переставая, переначивали передразивали это всё. А потом, после того, как происходило... Да, потом мы предлагали пришедшему оставить ссылку, и... то есть, это было немножко... я также отдавал его психоаналетическим сеансам, потому что... Ну, тут как раз дало такое нагромождение, на самом деле, отсылок, потому что оно... То, что связывало эти диалоги с психоаналетическим сеансом, это было то, что в момент, когда человек... Ну, то есть, когда мне казалось, что человек произносит наконец-то какой-то... приходит к какой-то важной, универсальной проблематике, тут-то я ему предлагала левое рукопожатие. То есть, не сам... Вот, и именно в этот момент... То есть, это момент, когда психоаналетическим сеансом просто это уходит. И ему предлагается подумать об этом. А тут это был момент, когда мы теперь начнем собственную беседу, но только сначала мысленную и закрытыми глазами. И сначала... То есть, вот этот телесный жест и присутствие один на один закрытыми глазами... И этот момент, он очень варьировался в зависимости от пришедшего. Ну, и когда каждый совершал какое-то погружение в себя, и как, ну, может быть, немой диалог между мной, элегантным и участниками встречался не каждый раз, но это был как минимум момент сведоточения, какие-то некие некие медитации на... На ту или индустрию. Да, 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 да. Прежде чем вы сочетаете, а потом... Каждый может... Ну, можно открыть трубку или открыть глаза, но в этом состоянии не так хорошо. Могли бы как-то проэлюстрировать, что ли некий баланс, точнее дисбаланс, который в ваших работах происходил между мистификацией вместо его социализации. Потому что вот у Кати, например, горкушка у неё довольно часто обращение идёт к каким-то крайне... ну, скорее, более местечным, что ли, ассоциациям с этим местом. Вот у кого-то наоборот. А властный контекст не представляется в виде такой социальной картины. Как бы для себя в этом... В этой бублике орут количество... Москва – это очень мистически мистически. Мистически. И очень социально нережно. Но это же не пределы поставлений. Мистически и социально нережно. Предлагаешь выбрать? Да, да. Я просто... Дальше нужно так посмотреть на пропорции. Потому что, мне кажется, когда одно... Когда из открытия в какой-то стопах... 30-70. Другая, она немножко... Чего? Другая, она немножко другая. Да-да. Я саботилась. Ладно. Продолжайте. Ты считаешь, здесь нет мистики? Ну, вот я считаю, что тут есть. Ну вот. Здесь везде открытия присутствует как мистическое, как специальное. Другая. 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 Да. Вот это мне интересно. Как Вы сами писали. Кого, не знаю, правильные силы. Нет. Ну, это просто не какие-то вещи, которые существуют одновременно, но в разных... в разных слоях. Мне кажется, это как зеленый на левом. Ну, вот как бы... Да-да-да-да. То есть, я вот стала сразу так сравнивать и как-то измерять. А сколько же у меня там социального, там, где-то... И, получается, там... Ну, совсем не справлю, да, и там правильный присутствует. У меня вопрос есть. Давай. А Вы подруги? Все. Или Вы недавно познакомились? Мы все подружились за время нашего возраста. У меня есть... У нас сейчас. Нет. Да-да-да. Мы с кем-то раньше, с кем-то тоже. С Катей мы познакомились летом на ее артистовке на электрозаводе. После этого... Быстрее здесь подружились. Я стала оператором, помогла в съемках, в документации, припомнился, подружились с Ганной. Особенно потом мы уже знакомились вместе. Ну, то есть, подруги тоже... Да, мы были знакомы, мужская женщина, мы были рады с подружились. Вместе были после цистентра. А мы вместе... Жили с одной партой, надо сказать. А Вы... А Вы... А Вы как-то оцениваете себя как... Как вот, может быть, группу... Или близки, подругу, художницы? Или нет? Ну, до сегодняшнего дня мы точно об этом не думаем. Да. Просто мы действовали... А Вы обмениваетесь идеями друг с другом? Ну, вот мы с Катей, да. Ну, да. Я с Катей общалась. Ну, то есть, по поводу именно проектов. Кто-нибудь влияет на Вас из Ваших? Нет, скорее нет. Или Вы более замкнуты в этом смысле? По-моему, по-моему, просто так очень разные художники. У меня куряют абсолютно все. Нет, на самом деле, тут соавтор... В моих работах очень много соавторств. То есть, вот в этой... Тут у нас... Коля Армиченко нам сделал, например, тень от проекции, которую не видно. Ну, вот, если бы не Коля, не было бы вот за этим домиком. Там такая тень от домика свечет. Там... А не он придуман в Састерсе с Олегом Устимом. Вот. Ну, то есть, при том, что мы сганливаемся все это вместе. Ну, то есть, это как постоянно... Там Дима Филиппов очень участвовал в каких-то моментах, в каких-то моментах. Если бы не Катя, осень не была бы осень. Ну, то есть... Как это объяснить? Ну, как это объяснить? Ну, как у него с такой... Гуляли накануне? А, да-да-да. Точно. Мы были... Ну, в общем, у нас был пробный такой заход. Без оси. А, без совокалов. А если бы мы говорили, накануне перформансы. И накануне перформансы, да. Мы искали баланс вообще внутренний. То есть... Не в самом действии, а вообще твоеизм. Да. Ну, да. Вот это интересно. Как раз интересно. И второй у меня вопрос по поводу того, как вы позиционируетесь себя вообще в истории искусства. То есть... Думаете ли вы об этом? Вертикально. Да. Ну, как вы вообще относитесь к тем, кто на ваш взгляд? И как вы ориентируетесь в истории искусства вообще? Ой. Мне кажется... У меня очень важен опыт, который был не в России. Вот. Это главный критерий? Нет. Нет, нет, нет. Это просто исторический такой. Ну, как бы для меня это так сложилось. Это вопрос за социальный. Вот. И это не потому, что это хорошо или плохо. Просто он другой. В России искусство выглядит... Я не буду сейчас отдавать свои детали. Да. Это вообще общие такие фразы. Но... В целом, мне кажется, что в России искусство более литературное. Вот. И... Пусть меня побьют за это и как угодно, но... Мне ближе подход более абстрактный, менее литературный. И поэтому я вступаю в противоборство. Когда вот это литературное начало, здесь мужчине приходится в не дело. Вот. Поэтому я себя позиционирую скорее в противоречии в каком-то и в постоянном... В постоянной нестыковке с тем, что происходит здесь. Мне здесь довольно сложно. Вот. Но с другой стороны, это делает это более интересным. И... Но получается, что это какой-то эскапизм. То есть как бы это не встроенность абсолютно в систему, которая здесь есть. Вот. Но это лично для меня. И я думаю, что у кого-то вообще по-другому. Ну, я себя вообще не смотря в таких масштабах. То есть мне кажется, я довольно экстравертна. И мало смотрела то, что... Ну и не сравнивала с тем, где я и где кто-то другой. Просто делала то, что мне близко. То, что... Находил какой-то отклик. И... Что мне интересно. Ну... Мне сложно отвечать на этот вопрос. Потому что я его не до конца понимаю. Ну, то есть... Очевидно... У меня есть некий багаж... Того, что я видела. Знаю. То, что я впитала так или иначе. И за все годы того, как я формировалась как человеком. Как в этой культуре. Все это составляет... Ту базу. Не знаю. Ту основу. На которую... И тот... Той интеллектуальной фори, из которого... Чувственной фори, из которого рождаются произведения. Поэтому... Я не знаю. Ты хочешь, чтобы я присоединился к какому-то кисту? Или... Или ты мне предлагаешь... Например. Например. Или, наоборот... Хочешь ли ты откреститься от этого? Да. То есть... Ищешь ли ты какой-то новый жест? Ну, вообще, обожна ли для тебя новизна? Работы в поле истории исполнения? Обожна ли для художника новизна? А? Обожна вообще ли для художника новизна? Ну, вот. Я и как раз и спрашиваю. Какая новизна? А новизна, я не знаю. Наверное, новизна. Это набор соображений в копичку. Потому что такое новое. Ну, т.е. вот... Можно обескать. Ну, как? Хорошо. Ну, да. Да, важна. То есть, мне кажется, что... Новизна... Какое-то слово... В общем-то... Из новой коллекции. Ну, в общем, да. Какая-то инновационность. И какое-то продвижение вперед. Мне кажется, важно. Такой было медведь. Вот. Он в эмоциональный приедет. Т.е. 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 Еще вопрос. На фабрике совместно с РГБУ кураторским, где там, совместно с институтом органистикой, они проводят 17 элементов И представители, в каком-то роде, вообще вам интересно было бы вообще такое, то есть фактические знания по предметам От специалистов, кто тоже занимается этими вещами, но с толстой ситуацией, с активисткой, то есть между связью с художником и пространством и сообществом Это звучит в целом как интересная мысль, но она такая немножко абстрактная, то есть она как бы так в целом очень понятна, о чем облачно, но не совсем конкретно В целом, да? Но как бы, а что конкретно? Урбан-стадии, это как, можно сказать, научное направление в современной системе, в общем, когда И есть как бы урбанисты, которые, допустим, занимаются онлайн-плэнерги, да? Но в любом случае там есть какие-то... То есть мы не можем планировать город, но знают сообщество, да? Которые в нем живут, и знают, до кого мы планируем город И художники иногда, я не говорю про вас, но вообще вот художники, которые работают с городской средой, они иногда не понимают, для чего они это делают, с какой целью Ну, то есть, кто имеет эстетические люди, да? И иногда может быть, ну, и удачный проект из-за этого И вот как бы вопрос, то есть, если вы нам узнаете, ну, не знаю, просто встретите, если вы говорите, а мы остаём в области, а не остаём, как вы на себя осуществляете Может быть, за собой что-то делать? Ну, я могу сказать, что у меня однозначно нет Ну, то есть, причём абсолютно однозначно Скорее, то есть, я как-то... Если это для какого-то специфического проекта необходимо, то... Именно в этот момент я найду какой-то семинар или какой-то онлайн-курс, лекцию, не знаю, всё что угодно И возьму вот этот объём знаний, который мне обязательно, в конце концов, открою книгу какого-то важного автора Примерно в том вопросе, который мне важен И я могу, там, с точностью сказать, что там как-то вот референсы, они устраиваются Не менее, это же для меня, например, Платон или Акабен, или важнее в проекте «Революционная ось», чем какие-то университические оценки Я начала, действительно, для того, чтобы причертить маршрут с изучением тех городских проектов, которые были Не знаю, вывели проекты по строительству «Революционной линии» Узнала, что были там, какой-то узкие идеи сельными отмечатками, что-то ещё Но мне достаточно, то есть, ну, это был дал пищем размышлений где-то на неделю, или, а потом стал поле расширяться То есть, куда мы хотим идти как в Достоверске, так и что угодно То есть, не обязательно какая-то специфичность, это неправильно мы хотим совсем Я могу добавить, что, мне кажется, кто из нас не хочет что-то менять визуально в городе, прям, в таком масштабе То есть, взаимодействие В смысле, раздовор о взаимодействии с людьми, которые живут в городе То есть, если мне требуется не для проекта изучить то, как ведёт себя та или иная социальная группа Я пойду туда и проведу с ними какое-то время И найду даже для этого, скорее всего, предлог Ну, то есть, какую-то общую задачу, которую я буду выполнять Проживу это время с ними, а потом буду ориентироваться на какое-то чувственное время А потом уже искать какие-то референсы и основания Но как в литературе, так и в философии, так и в кино и так далее То есть, не обязательно в социальной группе Ну, интересно вообще, во всех проектах, которые здесь были Кроме того, социального контакта практически нет То есть, именно, работать с... Но социальный контакт не происходит на выставке Я вижу не столько вот именно в источный контакт, сколько в основном подготовке проектов Не было... Сейчас у меня сейчас... Ну, грубо говоря, персональный контакт Не было вот этого вот... Изучения сообщества? Да-да-да-да, именно взаимодействия с сообществом Изучение, ну, просто есть творческие методы, да Не-не-не, я не говорю про то, что я изучаю Я знаю, что есть такой метод Я знаю художников, которые изучают именно конкретные сообщества Которые работают с сообществами, например, пожилых людей А вот здесь вот именно конкретные выставки наше сегодняшнее? Ну, у меня получилось такое внутреннее... Это желудическое исследование московского сообщества, которое обитает вокруг электросвобода Ну, на самом деле, отличная статистика, что это такое? Я знаю, что я сразу могу... Ну, мне кажется, в данном случае, просто, ну, уже как бы постфактум изучения сообщества Я бы даже представала сама как-то часть этой сообщества, да? То есть, например, вот этот поход на лесу Какие собственные мотивы здесь уже? Ну, то есть, уже какие-то наблюдения, которые уже здесь заложены? Я могу сказать, что мне вообще важен такой момент, как ритуал, то есть, взаимодействие с чем-то по определенным правилам И, мне кажется, и Катя, и Оля, они тоже выбирали для себя правила, по которым они вот сейчас вот делают то или иное действие Это похоже на игру, мне кажется На игру, на изучение через это того, с чем ты взаимодействуешь Ну, ты сам придумываешь все правила Ты сам придумываешь все правила Хотя, а можете добавить глазу? Ну, я хотела бы добавить, что я вообще себя не чувствую частью никакого сообщества Если можно выразиться так, что есть сообщество художников Может быть, я могла бы себя чувствовать таким частью, но, по-моему, это невозможно, если честно И сообщество — это сложное понятие Ну, как бы, мне кажется, что это немножко фейковая такая вещь изучение сообщества То есть, я не хочу никого обидеть Я просто думаю, что в этом есть некие такие условные рамки, которые скорее ближе к дизайнерам, наверное Потому что я представляю то, о чем я говорю, чем художникам Потому что, если ты рефлексируешь на что-то, то ты не таким образом коллажируешь свою работу Ты не целенаправленно идешь Я пойду сейчас изучу сообщество каких-то, не знаю, тинейджеров, которые живут в районе Курского вокзала То есть, я не хочу, как сказать, умалять то, о чем вы говорите Но просто это не совсем тот творческий метод Это скорее, мне кажется, метод работы дизайнера, чем художник Ну, вот то, о чем вы говорите, тинейджеры там Я очень упрощенна, то есть, я так просто как бы сказала Это просто прослойка, то есть, когда люди не обидели никакой идеи, они как бы не могут быть сообществом Ну да Тогда я вообще не понимаю Сообщество, например, есть сообщество Не совсем понятно, на чем она базируется, то есть, кто, о чем А те люди, которые занимаются драще Какая связь с сообществом с нами, я не помню Ну, не сообщество, это же я упомяну Нет, почему? Я вообще не спрашиваю Сообщество Да Просто мне показалось интересным, да Что по тех проектах, которые находятся в лекции По сути, не присутствовало именно с таким вот Как метод работы С какими-то локальными сообществами То есть, вот это место, о котором Место, которое становилось основой для работ Оно выражалось не с помощью людей, которые там живут Не с помощью взаимодействия с ними Даже в те социальные моменты они появлялись уже через Ну, непосредственно, вот это внутреннюю работу художника Аналитичество, но и не столько Именно поверхностных У меня не что-то этого разрыва совсем Ну, вот, например, листья У меня есть листья Он был отделался на стройке Какого-то 25-этажного дома Ну и то, я не знаю, помните, академическое На парковке В течение двух недель я топтала листья У меня окружали 200 рабочих Из всех бывших республик Советского Союза И смотрели на меня с большим детям Помогали таскать ведра И я таким образом Я думаю, лучшая ситуация для того, чтобы узнать, кто они И как они живут У меня не было никакого И вообще она не должна быть Но сам по себе это знание Никак не появилось Да? Потому что она не о том Да, а работа не о том Например, взаимодействие есть Ну то есть и работа не о том Я плохо себе представляю, чтобы я работала в каком-то сообществе Хотя это серия диалогов Она, в принципе, картину вот этого сообщества дает себе прекрасно И, кстати, единственный цитат, который остался не замазан Я думаю, что это было как раз из-за Гамбея на грядущей сообществе Еще вопросы? Да, если все, наверное, можно справляться Спасибо большое всем художникам, которые поучаствовали в диалоге Всем извините Да, всем извините Спасибо Спасибо Теперь можно нормально разговаривать Спасибо